Мне очень нравится на канале РБК Юра Таманцев, мне очень нравится. Но это такой СНН-овский, респектабельный формат вещания. А когда пришел я к нему в гости, нападающий кутаистского торпеда, уволенный в запас лет 50 назад, он стал улыбаться. И меня полстраны спрашивает, Таманцев с РБК умеет улыбаться? Это сродни вулканическому. Оказывается, и это по подготовке к ответу на вопрос ваш. Оказывается, людям нужно, чтобы были очень экраны, были как не Валентина Леонтьева с канала, со советских времен, «Спокойной ночи, малыши» или как, не помню, как это называлось. Просто вы можете найти ее в аналог истории. Не обязательно вот такой приближенный. Публика любит подмигивание. Подмигивание любит. Не в буквальном смысле «я твой, ты мой», а подмигивание как намек на то, что мы товарищи. Ты нынешний ведущий, как ведут, как высокомерные плеты. Вот как Капелла по отношению к болельщику. Ну вот он, чтобы у людей было зрительное представление, о ком я говорю. Вот Фабио Капелла ведет себя, как будто русский болельщик, для него никто. Он не... Ну, 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 это я здесь решаю. Ни хуй я ты не решаешь. Чмо ты, ебаная, блядь. Эти люди, которые живут в Челябинске, ну и смотрят наш с вами канал, в Сыктывкаре, в Капсомольске-на-Амуре, в Перетваловском-Камчатском, в Иваново. Эти люди достойны уважения. Им нужно, чтобы ведущий был серьезный, ну, а Тариковский немного, такой хулиганистый. Мне не хватает ведущих способность дурака валять. Как поворачиваешься, как камера, и ты дурака валяешь, говоришь в другую сторону. Например, ты говоришь здесь, снова бомбили иракские города, потом поворачиваешься и говоришь, в Кремле Владимир Путин наградил писателя Фазиля Искандера, одного из лучших писателей, орденом таким-то. Литература побеждает зло. Это был Юрий Атаманцев, канал Грузинский РБК, посвященный Атаре Кушнашвили. До завтра. Дай надежду, б***ь. Потому что если ведущие на ТВ берутся говорить про плохое, этому несть конца. Дай мне надежду, б***ь. Зачем мне просыпаться завтра? Зачем я родил семерных детей? Ты говоришь мне каждый вечер, что жить не стоит. Ну не сам, а с помощью информации передаваемой. Мне хочется, чтобы как Атарик, каждый сидел в кадре этой программы, крупным планом, и говорил, что ему не хватает теплоты и сантиментов. Вот чего не хватает теплоты и сантиментов. Это вынесем главным словом.